Здравствуйте дорогие друзья! По многочисленным просьбам я решил сделать топчик игр для гаджетов, которые не могут похвастаться мощным процессором или видеорядом. Хотя не стоит считать, что в эти игры будет неинтересно играть обладателям гаджетов хай-энд класса. Поэтому на всякий случай приготовьтесь запасную защитную пленку на гаджет, если сотрете текущую. Я старался подобрать игры таким образом, чтобы каждый нашел для себя что-то интересное по жанру. Не буду тянуть кота за яйца. Поехали! Hangline Mountain Climber. Это аркадная игра, где мы будем помогать спасателю-скалолазу спускать с гор попавших в беду людей, которые, если честно, непонятно как там оказались. Преодолевать опасные участки вам поможет такой чудо-инструмент, как крюк. Вам придется прыгать и цепляться, уворачиваться от падающих вниз камней, ледяных глыб и лавы. И чтобы жизнь малиной не казалась, спасаться от когтей и клыков пуль и рогов горных козлов. Игра получила оригинальный дизайн локаций, качественное графическое оформление в рисованном исполнении с использованием полигонального стиля, забавную анимацию и неплохое звуковое сопровождение. Распространяется игра бесплатно и не требует обязательных вложений. А имеющаяся реклама сильно не напрягает. Уровней в ней тоже предостаточно, так что это тот еще таймкиллер. Алексей Федоренко. Спасибо, крутой топ, лайк и подписка. Спасибо за оценку. И берите пример с Алексея, лайк и подписка. Че ждете, давайте бегом, нажали лайк и подписку. Animal Adventure Downhill Rush. Это раннер с элементами экшена, где вам предстоит взять в руки санки или лучше усесться на них пятой точкой и ездить по заснеженным пейзажам. Поэтому берите в руки санки и отправляйтесь навстречу трудностям в этой игре, в хорошем смысле этого слова. Ездите по различным локациям игры, по городу, деревне, заснеженным горам и замерзшим рекам. По пути вам придется постараться не сломать бампер какому-то автомобилю или с разгона не заехать медведю в дымоход, а также преодолеть множество других препятствий. По пути вы сможете собрать бонусы и подарки в виде ускорителей, усилителей энергии, бомб и многого другого. Создайте себе суперсанки или разблокируйте уникальные. Да, здесь можно прокачивать даже этот высокотехнологичный вид транспорта. Графика в игре яркая и с насыщенными цветами, которая украшает этот динамический геймплей. Сталкер в стенд-офф 2. Топчик, передай привет. Ах да, ты входишь в топ ютуберов по топ-играм. Давай не будем две игры называть. Тебе привет, сталкер. И большое спасибо тебе за оценку. Бейсболл 9. Это отличный спортивный проект про бейсбол с превосходной графикой и анимацией игроков. Здесь не будет массы вкладок и закладок, загромождающих интерфейс и имитирующих симулятор или менеджер. Только крутой и увлекательный геймплей. Но при кажущейся простоте управления, игра имеет очень продуманную и глубокую механику. Максимум, что потребуют от геймеров, это настройка собственной команды от названия и эмблемы до состава. У вас есть возможность собирать идеальный вариант из кандидатов, каждый из которых имеет свои собственные характеристики. Причем, если использовать одних и тех же игроков достаточно часто, то у них повышается усталость и падают показатели. Теперь вам пора выйти на стадион в полной уверенности в своей победе. Алексей Новгородов. Сделай топ стратегии, пожалуйста. Леха. Со временем сделаю. О, я придумал. Давайте вы будете голосовать во вкладке сообщества. Какой топ для вас сделать? A Way to Slay это необычайно брутальная тактическая экшен-головоломка с высоким уровнем жестокости убийств и литрами крови. Процесс игры построен на том, чтобы на игровом поле победить массу врагов посредством их уебения, то есть убиения. Вы с вражинами поочередно делаете ходы и вам необходимо атаковать одиноко стоящих противников, так как если рядом будет стоять еще один из них, то вам сразу же прилетит ответочка. A Way to Slay может похвастаться солидным разнообразием персонажей. От средневековых рыцарей в латах и самураев в кимоно, до вполне современных мафиозных деятелей в версачках. Каждый персонаж неплохо проработан, дабы оставаться максимально реалистичным и каноничным. Управление в A Way to Slay нельзя назвать образцом для подражания. Особенно досаждает способ передвижения камеры, с помощью которой осматриваешь поле боя и решаешь. Однако то, что не всегда идеально удобное управление, что уровни с зашкваливающей сложностью не портят по крайней мере приятное впечатление от игры. Крыло Тарасю. Ура, самый топовый канал на ютубе вернулся. Ты топ. Кирилл, так я и не пропадал. Возможно вы пропадаете, а то уже 4К подписчиков осмотрят 30%. Непорядок, давайте исправлять. Мэйджи Мэйхем 2 Мэйджи Мэйхем 2 – это казуальный шутер в стильном антураже боевиков из 80-х годов. Быстрый, острый, динамичный геймплей идеально подходит для снятия стресса. В Мэйджи Мэйхем 2 пользователей ждут динамические перестрелки, забеги по разнообразным уровням от земли до луны, которых более 50 и, конечно же, более 20 видов оружия. Отличаются друг от друга как оформлением, так и противниками. Например, на одних уровнях пользователям преимущественно будут противостоять простые военные, а на других разнообразная техника, а на третьих встретится агрессивно настроенная фауна. Во второй части игры добавили больше погонь на различных видах транспорта. Боссов на уровнях хоть и немного, но есть. При этом ни особого сюжета, никаких-то необычных игровых механик в новом шутере нет. Но это совсем не мешает отдохнуть и развлечься пару вечеров. И спасибо разрабам, что не испортили игру навязчивыми встроенными покупками. Валшморген Гейм. Четкий топ, лучше, чем у Агента 3310. А кто сказал, что я не агент? Guns of Survivor – это ролевая игрушка для вашего мобильного гаджета с симпатичной графикой. На этот раз вы перенесетесь в мир, который был уничтожен очередной заразой. Естественно, это стало рассадником для огромного количества разнообразных монстров, которые немного раздражены и готовы разорвать любого, кто к ним приблизится. Теперь надо решать эту проблему и пробовать как можно скорее очистить свои земли от этих тварей, дабы дать человечеству шанс на выживание. В вашем распоряжении будет большое количество различного оружия, при помощи которого вы будете избавляться от своих врагов. Также главный герой будет обладать сильными, уникальными способностями, которые могут наносить очень большой урон монстрам. Геймеры будут передвигаться по локациям и убивать всех на своем пути, прокачивать свое оружие, приобретать новое или даже создавать собственные экземпляры. Чебурек 1. Первый. Крутые игры находишь в Газплей. Респект. Спасибо, бро. Слушайте, зрители, давайте смотрите видео до конца и делитесь в соцсетях. Пако 2. Продолжение популярной криминальной гонки. В сиквеле вы все так же грабитель банков, совершающий очередное ограбление и теперь пытающийся оторваться от преследования полиции. Вам необходимо забрать своих подельников с места преступления и доставить их в безопасное место. Во второй части разработчики постарались сохранить основные элементы предыстории. Например, динамику, внушительные карты, простое управление, возможность выбора автомобилей и стильную графику. Данная игра станет настоящим подарком для поклонников динамичных гоночных аркад в криминальном стиле. Дизель Нейви. Почему ты сказал, что подпишутся после просмотра видео? Они наверняка, как я, не посмотрев его, сразу подпишутся и влепят лукос, потому что пахнет годнотой. Дизель, если по-честному, то таких, как ты, единицы. Тебе большой лайк и советую всем брать пример с Дизеля. Ultimate Car Driving Simulator Эта игрушка – отличный автомобильный симулятор на мобильных устройствах, который порадует вас реалистичной физикой вождения и огромным открытым миром. Возьмите под свой контроль мощный автомобиль и гоняйте по различным местам, включая городские улицы и пустыню. Выполняйте различные миссии и задачи и покажите лучшее время, гоняя по дистанции. Улучшайте и прокачивайте свой автомобиль, тюнингуя или заменяя детали на новые. Откройте для себя огромный безграничный мир, который предоставит вам огромные возможности для езды и реализации себя. Все звуки в игре записаны с реальных автомобилей, обеспечивая этим полное ощущение реальности. Готрис Газплей, не переживай, такой качественный контент быстро выбивается в тренды, ты не исключение. Ты уже стал лучшим в данном жанре видосов. Спасибо, конечно, за поддержку, но в тренды я еще не попал. И так как смотрят, я и не попаду. Помогите мне, смотрите видео до конца и делитесь с друзьями. Зомби Блэст Кру это увлекательный и красочный экшен, где вам предстоит сражаться против тысяч восставших зомби, чтобы спасти город и его жителей. В результате какой-то заразы началась эпидемия и появились толпы зараженных и зомби. Все в панике, но, конечно же, кроме вас. В игре вас ожидает множество миссий и заданий, которые придется выполнять в разных точках города. Вам придется защищать город постепенно, от квартала к кварталу. Создавайте экипировку, добывайте провизию и медикаменты. Как назло вам будут мешать самые разнообразные зомби, для уничтожения которых понадобится применять различную тактику. Используйте любое оружие, которое попадется под руку. Капрал Нейс, газ у меня в январе 22 днюха. С прошедшим тебя, бро. Желаю тебе всего и побольше, а главное здоровья. В сиквеле приключений Амиры она продолжает свою бесконечную битву с супостатами. В данном случае ей придется защищать храм от нападения врагов своим излюбленным оружием, луком и стрелами. В игре предоставлены разнообразные враги и боссы, поэтому игра будет постоянно увеличивать сложности, проверять ваши навыки и нервы. Механика непрерывного боя обеспечивает динамичный и напряженный игровой процесс. Собирайте монеты, побеждайте врагов и используйте их для покупки улучшенного оружия. Хочу отметить, что игра использует движок Unreal Engine 4 и графический интерфейс Vulkan. Fix Play. Хейтеры просто завидуют. Возможно ты прав, но хейтеры тоже аудитория моего канала, и я им тоже рад. На этом, ребята, мой выпуск заканчивается. Жду ваших идей и пожеланий для будущих роликов. Также у вас есть прекрасная возможность попасть в мое видео посредством видеокомментария. Но все в порядке очереди. Куда без очереди, сука? Я только спросить. Без очереди только в морг. Подробности можете узнать, перейдя по ссылочке под видео. Рад, что вы смотрите мои видео, подписывайтесь и лайкайте. Я надеюсь, что вы не забыли это сделать.